В эфире современный разговор с макроэкономистом, специалистом теории управления Киамилем Аскерхановым. Здравствуйте, Киамиль Бей, рад вас приветствовать. Здравствуйте, Расим Бей, очень приятно. Киамиль Бей, значит, Азербайджан и, в принципе, не только Азербайджан, многие государства готовятся к проведению климатического саммита в нашей стране, который пройдет с 11 по 22 ноября текущего года, то бишь через месяц он начнется. И, как обычно, в преддверии и во время проведения крупных международных мероприятий, будь то спортивные, олимпиады или какие-то глобальные форумы, страны-хозяева сталкиваются с огромной массой критики со стороны СМИ, со стороны различных политиков. Не исключением стал и Азербайджан, который, в принципе, и во время Евровидения, и во время Евроигр, и во время Исламиада сталкивался. Сегодня тоже мы видим, на нас такой ушат критики идет. Очень много говорилось о том, что до и во время КОП-29 может быть подписан мирный договор, но мы видим, что Армения все время пытается увеличивать. Это, значит, процесс согласования всех без исключения пунктов. И Пашинян в очередной раз, на этот раз в Москве заявил о том, что мы готовы в течение месяца подписать о нем как маму небесную в течение всего этого года. Пашинян заявляет, что мы в течение месяца, в течение месяца это было и в июне, и в мае, и в августе. Но президент Азербайджана заявил, что Азербайджан пойдет на это только после согласования всех точек преткновения, в том числе, чтобы законодательно в Армении перестали претендовать на территорию Азербайджана. Как вы можете оценить сейчас процесс примирения между Азербайджаном и Арменией? И вот то, что все эти наезды, она в том числе, опять же, поднимает вопрос армян Карабаха, при этом забывая о том, что существует проблема нарушения прав азербайджанцев, избранных из Армении. Много, конечно, всего тут, а по поводу того, что происходит с наездами на нас по поводу КОП-29, хочется сказать, враги не дремлят. Вот. Но это комплексное такое дело. Дело на нас будут еще больше наезжать. То есть мы... Когда я говорил, что когда Азербайджан стал одним из ключевых игроков во многих транспортных коридорах, то есть как минимум два, да, то есть Средины и Север-Юг, это новые... Принесут новые вызовы. Вот эти новые вызовы пришли. Пока дорог особо еще никакой нет, ну, то есть на зачаточных стадиях, да, то есть это все находится, а вызовы уже приходят. Это нормально. Так бывает. Это конкуренция. То есть вы видели заявление нашего лидера в Москве, краткий комментарий по поводу санкций, которые на нас вводили, останавливали и сейчас опять дальше продолжают еще грозенцы больше вести со стороны Соединенных Штатов. Это вот там вот то самое. Давление со стороны Армении, то есть, точнее, выкрутасы со стороны Армении по поводу «здесь подписываем, вот это не подписываем, а давайте здесь подложим, а здесь вот так, а здесь вот всяк», это все вот, как говорится, все исходит из одного центра, грубо говоря, будем говорить так. Так, в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, я рассказал о БРИКСе, и куда мы, кстати, идем. Надеюсь, что саммит, который будет в Казани, будет решение о принятии Азербайджана в полном объеме в этот БРИКС. Ну вот, постепенно в мире выстраиваются, на самом деле, два фронта, то есть, собственно, тот самый восток с глобальным югом против запада. Это выражается везде, да, то есть, и в дорогах, в финансах, противостояния, в горячей точке, то есть, в мире, они все вот, в этом духе все происходит. А то, что касается конкретно Армении, что тут скажешь? Ничего особенного сказать невозможно, еще раз говорю, это не субъектная страна на сегодняшний день, то есть, там руководство полностью зависит от внешних сил, которые диктуют условия. Смотрите, в Москву приехал Пашинян, вроде было заявление, что будет трехсторонняя встреча. Также было согласовано заявление, над которым, кстати, работала и армянская сторона, общее заявление глав МИД стран СНГ по поводу санкций и неприсоединений к ним и все эти дела, а в последний момент и по поводу безопасности, да, вот по поводу безопасности. Армянская сторона работала над этим проектом, но в последний момент отказалась подписывать. Трехсторонняя встреча должна была состояться, отказались. Это говорит о чем? В последний момент кто-то, который кукловодит Армении, сказал циц, никуда не лезть, вот этого не делать. С другой стороны, Соединенные Штаты заявляют, что нужно сделать побыстрее, ну вот армянскую часть поддерживает, что побыстрее надо заключить это соглашение, желательно даже на копе, каким-то маниакальным рвением они хотят это быстро устроить. Это вот говорит о том, что на самом деле дела у администрации плохие, они хотят хоть какие-то плюшки получить, чтобы предоставить на предстоящих выборах. Поэтому я думаю, что на самом деле мы спешить никуда не будем. Оно бессмысленно. Поэтому вот заявление нашего президента говорило о том, что как можно верить людям, которые говорят одно, делают другое, а когда им что-то нужно, они пытаются затружиться и сделать все возможное, чтобы свои интересы продвинуть, но никогда не учитывать чужие. Соответственно, я думаю, что у нас не будет пока ничего подписано. Оно бессмысленно. То есть если бы это выступала Армения как сама, как субъектная часть, то, конечно, может быть, можно было о чем-то договориться, пакетно подписать сначала, а потом дополнить с какими-то этими. Ну, страна не субъектная. Она явно выбрала западную модель, точнее, за нее выбрали. Поставили условия, и они, как говорится, поставили такие условия, от которых они не могут отказаться. И выстраивается опять этот фронт между Арменией и Азербайджаном. Мы видели, что в течение практически всего этого года армянская сторона на различных уровнях игнорировала саммиты и мероприятия ОДКБ и АЭС, то есть тех организаций, в которых присутствует и, можно сказать, что ведущую роль играет Россия. С чем связано вдруг, что Пашинян едет в Москву на саммит СНГ? С чем связано вот желание прозападного политика, который стремительно якобы уводит свою страну в сторону евроинтеграции, в сторону Соединенных Штатов Америки, в сторону Парижа вдруг решил участвовать на саммите, который 22-26 октября пройдет в Казани, в Брикс. Понимаете, все-таки где-то есть понимание, что вот это новое объединение на Востоке, которое происходит в виде Брикса, Шосса, тот же самый бывший, ну, не бывший, а существующий, заново, кстати, вдохнули в этот формат многих жизней, посмотрим, что получится с СНГ. Понимаете, общее-то понимание есть, что эта сторона сейчас будет выигрывать в любом случае в этом большом экономическом кризисе, который грядет, и уже идет, кстати, но он еще не разразился полностью в мире. Ну, Армения пытается оставить где-то, как говорится, свой коготь и там, и здесь, а вдруг оно вовремя, чтобы можно было бы перемеднуться. В любом случае, я понимаю, что поджиням предлагаются очень хорошие условия на самом деле, за кулисами предлагаются очень хорошие условия, чтобы, как бы, он перешел обратно в этот лагерь. Но, видимо, крепко держат его западные партнеры. Еще раз говорю, да, то есть вот он поехал на этот саммит. И даже армянская делегация работала над проектом заявления по безопасности СНГ. То есть они принимали прямое участие, там, корректировали свои предложения, а в последний момент они его не подписывают. То есть о чем говорят? Что в последний момент был какой-то звонок, было что-то, сказали все, отказаться, ни в чем не участвовать. И желание-то у них есть, но в реале ничего у них не получается, потому что крепко за ними стоят, то есть они крепко висят на крючке у западных кукловодов. А может, они изначально не собирались подписывать? Ну, а тогда зачем они работали над этим текстом? Можно вообще было бы отказаться изначально. То есть работа-то над текстом была, они свои предложения туда вкладывали. Ну, а не ясно бы работали над текстом мирного соглашения с Бакой, вроде как участвовали в процессе делимитации, демаркации части границы с Азербайджаном. Да, но этот план, это план американский. Вот в чем дело. Знаете, здесь же речь идет такая, то есть либо подписание на КОПе, то есть они же как хотят, они хотят подписать на КОПе это мирное соглашение. КОП это что? Это ООНовская организация. Мы же понимаем, что в ООН Соединенные Штаты являются главенствующей роли, на самом деле. То есть это как бы будет копилку в Соединенные Штаты. На что потом же Россия сделала заявление, что так как Армения отозвала свою подпись от трехсторонного заявления, то разблокирование коммуникаций, то, что заявлял Пашинян в Кремле, говоря о том, что он готов сейчас открыть все коммуникации. Россия сказала, что это возможно только под контролем России. Понимаете? То есть тут же еще противостояние между Россией и Соединенными Штатами идет. То есть как бы Россия говорит, что мы там все это устраивали, трехстороннее заявление делали, войну остановили, не дали, чтобы совсем все разбомбили. Потом потихоньку все это мирно разошлось, а Соединенные Штаты хотят взять свое в этом примирении. Они не участвовали в этом ничего, а сейчас пришли и хотят забрать вот эту конфету себе. Окей. Вот такое, понимаете, идет еще противостояние, кроме того, что мы там с Арменией противостояние идет. Еще есть противостояние между Россией и Соединенными Штатами. То есть тут все очень много сложно и закручивается, чем больше игроков больше получается. ЕС еще же реально на границе там шпионик, можно так сказать. Так что здесь все очень сложно. Я не думаю, что мы согласимся сейчас, что что-то подписывается. Какие бы давления на самом деле нет. Это было уже сказано, что какие бы давления на нас не оказывали. Из-за имени президента Алиева выходит, что до 27-го года, пока референдум не будет проведен в Армении, пока они не внесут какие-то изменения. Но это уже не Азербайджан оттягивает, сам Ереван оттягивает, как вы сказали, под диктаж Запада и Соединенных Штатов Америки. Да. То есть, смотрите, мы согласились исключить пункт о Зангизурском коридоре из мирного соглашения на будущее, чтобы решить это на будущее. С другой стороны, мы говорим, хорошо, мы выключим этот пункт. Но вы как бы приведите свою законодательную базу, то бишь Конституцию, в порядок, чтобы у нас не было проблем, и тогда мы подпишем. Понимаете? Если это все сделать без этого, то всегда есть шанс сослаться, там придет следующая администрация, скажет, а вот это не имеет значения, вот у нас, видите, по Конституции так, и поэтому мы имеем право. То есть, все нужно привести в законное состояние. А привести в законное состояние, это значит объявлять референдум. Референдум объявлять, это значит то же самое о статусе доверия. Есть это доверие в обществе к Таштиньару и команде. Навряд ли такое получится еще раз провернуть. То есть, у него получилось каким-то образом провернуть после войны. Странным образом, на самом деле. Еще вопрос, как это получилось. Но что бы сейчас, я не уверен. Потому что там, мы же знаем, там и выступление, причем не одной какой-то там оппозиционной силы. Там одна есть, которая ходит по улицам, а есть еще внутренняя, которая вообще другая. И тоже против. Поэтому на самом деле то, что будет откладываться до 27-го года, это играет на руку на сегодняшний день. Потому что наша главная цель, по большому счету, скажу откровенно, это поменять их курс внешнеполитический. Не только по отношению к нам, а вообще. То есть, нам не нужна западная фронта в нашем пространстве. Зачем нам это нужно? То есть, Грузия была в том направлении, она изменила свой курс? То есть, мы откровенно видим, что меняет. Сейчас посмотрим, как выборы пройдут. Но, тем не менее, то есть, заявление властей и глубинной части государства их говорит о том, что они меняют, изменили свой курс. На прагматичный. Я не говорю, что у нас там противозападный, пророссийский. На самом деле, именно прагматичный. Но тут мы получаем еще проблему теперь с армией. То есть, это очень важно. А на самом деле, еще какой фактор тут будет играть роль? Насколько Грузия важна на сегодняшний день? То есть, есть там, есть три варианта исхода. То есть, побеждает правящая партия, все успокаивается, и продолжается тот курс, который заявлен. Это идеальное. То, что нам нужно всему региону, на самом деле. Что? Второй вариант. Значит, устраивается, проигрывает правящая партия, приходит вот этот западный блок, и тогда, я вам скажу, будет проблем. Потому что будут вооружать, то есть, для чего нужна Грузия? Она нужна как транзитная страна для военной логистики в Армении, западной части. То есть, тогда будет промой доступ к Армению, будет логистика идти оттуда и все остальное. И есть третий вариант, третий вариант хаоса. То есть, не согласие ни одной стороны, ни другой, вот этот устраиваемый хаоса, который нас тоже не устраивает, на самом деле. Потому что в момент хаоса, опять же, может точно так же работать эта военная логистика в Армении. Вот это нас точно тоже не устраивает. Поэтому я думаю, что выборы в Грузии очень значимы для региона. Мы надеемся, что, конечно, мы никто вмешиваться туда не собираемся, мы не вмешиваемся во внешние дела. даже наших соседних государств. Но наш приоритет о том, чтобы победила сегодняшняя, и тихо, спокойно, без эксцессов, сегодняшняя правящая партия. Вот примерно какой клубок складывается на территории Южного Кавказа. И еще раз говорю, то есть, если получится вот эта военная логистика в Армению, то ее заставят воевать против нас. Просто заставят внешние силы. Потому что, почему, давайте вернемся опять вот с чего начали, с того же самого Брикса, потому что это дорога. Это один из коридоров важнейший, север-юг, который на самом деле один из тех больших, всех коридоров, которые создаются в Евразии, который будет перетаскивать большую часть морской логистики на сушу, что будет ослабевать опять же западный блок, который контролирует морскую логистику. Вот такое большое накопление всех факторов на самом деле может сходиться до такой степени здесь в малом регионе. как бы смотришь мало, а на самом деле один из ключевых факторов игры большой. Камин Гай, вы меня как так сказать без ножа режете, как бы обезоруживаете все мои вопросы, которые я подготовил, вы уже как бы все разложили по полочкам, поэтому я сейчас буду как бы подобно вставлять разные пласты, которые считаю необходимы на это ответить. Кроме того, что значит если они получают возможность поставлять оружие через Тбилиси в Армию, вот эти кровеносные сосуды Бакут-Тбилиси Джейхан, Бакут-Тбилиси Розурун и Бакут-Тбилиси Карс уже получается в руках Запада. Они наверное в этом плане происходит новая перетасовка карт, значит как будет действовать Турция, как будет действовать Великобритания, которая вышла из Евросоюза и вот в принципе она играет важную роль в поставках энергоресурсов на Запад. плюс как будет действовать Россия, будет ли она спокойно наблюдать за всем этим, потому что реально вот это победа западных сил, получается, что здесь прямо толчок к пропасти, к началу войны. Вот президент Алиев недавно в своей речи заявлял, что пытаются вооружать Армению с тем, чтобы Азербайджан вовлечь в новую войну, то есть там сепаратизм и настроение поддерживать. Кроме того, вчера была новость, что посольство ЕС Грузии заявили, что из-за отката демократии Грузия потеряет более 121 миллиона евро финансовой помощи, которые эти средства остались неосвоенными за 2022-23 годы, а также Боррель, всем известный Боррель, верховный представитель ЕС по-инограмм дела, пообещал Грузии финансово за отзыв в законах против киноагентов ОГБТ, и сказали, что ЕС ответил на антидемократические шаги Грузии, заблокировав процесс ее интеграции в ЕС и остановив предоставление военной помощи через Еврофонд мира на сумму в 30 миллионов евро. К тому же наши парламентарии обратились в МИД страны с тем, чтобы пересмотрели различные соглашения достигнутые США, в том числе недовольны действиями ЮСЭК, который два раза увеличил помощь Армении. С другой стороны, мы видим, что еще больше углубляется экономическое сотрудничество между Ереваном и Москвой, если еще 4 года назад их товарооборот был взаимных 2 миллиарда долларов, сейчас от 4 до 16, прогнозируем, в конце года, в то время, как у Азербайджана даже до 4 миллиардов не доходит с Россией. Опять же, в Москве было достигнуто соглашение, что российские пограничники делятся своими действиями с Арменией, когда и армянские пограничники будут находиться на границе Армении с Ираном. Плюс, опять же, интересы Ирана, то есть получается очень такой глубок противоречия более усугубляется и пружина сжимается. Если вот это произойдет, как то, что я перечислил, я перечислил исходя из того, что вы говорили. Как это все будет происходить? Смотрите, давайте с Грузии начнем. Значит, Грузии интересы какие пересекаются. На сегодняшний день как бы западный блок, мы понимаем, что они хотят от этого, они хотят контролировать Грузию, потому что контроль Грузии это контроль выхода всего региона в Европу и даже не только всего региона, вплоть до Центральной Азии. Центрально-Азиатские республики все имеют выход через этот серединный коридор, то есть оконечное узкое горлышко бутылки, это и есть самая Грузия. Контроль над узким местом это очень, на самом деле всегда идет борьба за это везде, как и на море, так и на суши. И создался Восточный блок, это Китай, это Россия и мы сейчас тоже в этом же блоке, который хочет удержать эту Грузию от поглощения западной частью. То есть вот смотрите, первое, что они начинают резать всегда западный блок, это всегда режут финансы. Потому что по большому счету они управляют через финансы, поэтому они именно этим инструментом и пользуются. Но Ортанакли, который выстраивает, на сегодняшний день строит Грузия, история, Китай, вкладывает огромные средства. Китая средств не меньше, если на много раз больше, чем в самой Европе. И Китай готов вкладывать в средства. Он уже вкладывает в виде порта. Я думаю, что он и помощь может оказать той же Грузии в рамках своего глобального проекта «Один пояс, один путь, единая судьба человечества». Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Я думаю, что Грузия удержится в этом плане. Ну, в смысле, правящая элита сегодняшняя, она удержится в том русле, в котором она идет. и не поведется на эти высказывания со стороны западного блока, там ЕС, Соединенных Штатов, в общем, и всего остального. Борьба идет за Грузию. То, что, понимаете, одна проблема, что в Грузии может начаться хаос. А хаос западный блок тоже устраивает. именно для поставки. То есть, он не устраивает в виде, если будет работать транспортный коридор, то хаоса не может быть. А вот, если таскать груз военный, то вполне устраивает. Военный конвой всегда проведет свой груз от точки А до точки Б. Вот нас не устраивает хаос, чтобы был в Грузии. А я чувствую, что они именно это и хотят устроить. Денег USAID выделил, что-то там было за 200 миллионов. 250 миллионов? 250 миллионов. Ну, для такого маленького... 120 помесили, если вы имеете в виду армию? Не-не, только на Грузию. А. Только на Грузию. Но такую маленькую страну это большие деньги. Для такого узкого... Ну, для маленького промежутка времени в виде выборов. Мы же понимаем, на что эти деньги вкладывают. Мы же понимаем, почему Грузия принимала эти проекты по поводу иноагента, так называемый, этот закон. Чтобы предотвратить на самом деле проникание вот этих денег в страну, направлен для дестабилизации обстановки. Конечно, они обойдут это все там тысячу способов найдут. Интересно, теперь вернемся в Армению по поводу пограничников. на что согласилась Россия, что одновременно будут погранич... То есть осуществлять контроль над границей еще и армянские пограничники, это такой пас в сторону Ирана, который очень опасается, что ему перекроют вот этот самый канал через Армению в Грузию, выход к черному воде. Это очень сильно беспокоит Иран, и, естественно, это вот такой вот был пас, что, ребята, не волнуйтесь, не только мы здесь, потому что они думают, что там всякое может случиться, что армян тоже, в смысле, контролируют, поэтому груз будет ходить в вашем. когда месяц полтора назад подняли вопрос, что, типа, если Зангизунский коридор, то это ударяется по интересам Ирана, но в этой мере. Ирана, да, 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 это вот пас вот в эту сторону был, да, как бы особо ничего не изменится в этом плане, все равно с армянскими пограничниками особо ничего там не будет, ну, будут ходить все. Стоит получать, российские пограничники окончательно уходить не будут, да? Нет, я не думаю, что они отдадут эту границу. Понимаете, с этой границы у меня был пост в моем телеграм-канале, кому интересно, пусть подписывайтесь, почитаю, по поводу наркотрафика, который шел раньше через серую зону Карабаха, когда он был, ну, когда еще конфликт был, и была оккупирована эта территория. Какой наркотрафик шел через Афганистан, Иран, через эту серую зону, через, потом легализовывался каким-то мак, каким-то ингим делом через Армению и дальше через Груди уходило на Европу, вот этот путь был перекрыт, понимаете, когда решилась, кстати, один из таких раздражающих пунктов Запад, что этот этот путь был перекрыт с уничтожением этой серой зоны. Так что там много факторов, почему хотят, чтобы этот путь на самом деле еще оставался актуален. Я не говорю, что это только наркотрафик, но это один из таких важнейших факторов, которые замешаны глобальные игроки. я думаю, что если так посмотреть в перспективу там 50 лет на самом деле, никуда Армения не денется, там поменяется все, Запад ослабит свое присутствие там по объективным причинам, потому что им будет просто не до этого. То есть вот этот экономический кризис, который идет, который рванет в один момент, им просто будет не до этого. Они уйдут заниматься своими делами. Это аналогично к тому, что происходило в Центральной Азии, да, в Узбекистане, да, в Кыргызстане. Да, 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 да. То есть вот это противостояние получится, не получится, а вот так, а вот всяк. Знаете, это же еще работает старый сценарий. Вот этот сценарий, он еще старый. Вот многое все изменилось уже на самом деле в самих Соединенных Штатах, а и на самом деле, вот если так перейти к выборам немножко к Соединенных Штатах, вот я вам так скажу, сейчас все гадают, кто будет Харрис или Трамп, а я скажу так, не имеет значения абсолютно, потому что демиурги с государства Соединенных Штатов, они уже договорились, что будет. Будет Трамп, будет, значит, рулить Вэнс, как администратор. Будет Харрис, Харрис найдут какой-нибудь, поставят главу администрации президента, и вот этот человек и будет справиться реально. А вот эти фигуры уже будут неизменны. Но в старые сценарии, которые еще были при прежних договоренностях, грубо говоря, вот они еще, потому что на них деньги выделены, вот это все сделано, и вот эта инерция, она еще идет. На самом деле, то, что мы видим в Армении, это инерция старых сценариев. Поэтому, в принципе, и мы не особо торопимся ничего подписывать, потому что мы понимаем, куда идет это все, понимаете, поэтому какой смысл торопиться в этом. Оно само, как это, переварится, перегниет и встанет все на свое место. Денег просто перестанут давать на это, что закончится. Грубо говоря, чем Армения торгует на сегодняшний день, да, то есть, ну, вообще, с обретением независимости. Она торгует своем суверенитете. То одному игроку, то другому игроку. Просто ей нечего продавать на внешний рынок. Вот единственное, что они могут продать, это свой суверенитет. Вот они и торгуют. Что будет в новых моделях и чем будет заниматься Армения, это посмотрим. Нам там выгодно, чтобы ее включить в наш регион, в интеграционные связи, чтобы потом больше ее никто не смог никуда никогда оторвать, чтобы это было монолитное какое-то общество. по крайней мере, минимум Южного Кавказа, а может и больше. А вот вопрос остался. Запад может как бы пребрать к рукам вот эти энергетические пробок, которые проходят через территорию Грузии. Как в этом случае Турция будет интересна? Конечно, это ей очень сильно не понравится. Но с другой стороны... Потому что это в том числе и элемент давления на Турцию. Конечно. Это элемент давления на Турцию, это элемент давления на нас, это элемент давления на сегодняшний день вообще на Восток, на весь. Это, еще раз говорю, это узкое горлышко бутылки на тот же самый Китай. Потому что товар-то должен был еще отсюда идти. То есть, она, конечно, не просто так строит этот порт. И уже ходит же какой-то товар по срединному коридору дальше. А что вам сказать по поводу того, что... Ну, с другой стороны, посмотрите, BP продала часть 20 с чем-то. Это один из контрольных пакетов, на самом деле. Блокирующий. Не контрольный, но можно блокировать за решение с помощью этого пакета американской компании. Правильно? Трубопроводе. Вынудили же. Видимо, пришлось уступить. Вот уже один контроль есть. Вообще, весь смысл, почему это делается на сфере. Я вам скажу, общий, глобальный, для чего это все делается. Это попытки перерезать все трубопроводы абсолютно. То есть, доставки любой энергетической продукции по трубам в Европу. Чтобы Европа была полностью завязана только на Соединенные Штаты Америки. То есть, танкерам, пожалуйста, вези сколько хочешь, потому что танкер можно перекупить, он торгуется на фондовой бирже, там это они контролируют, целы они контролируют, фрахтонит контролируют, поэтому не проблема для них, если ты будешь доставлять это танкерам или там газовозам каким-то. А вот с другой проблемой, видите же, они же перерубили эти северные потоки и часть украинских потоков, там же эта сетка она же большая, они сейчас перерезают, там одна ветка еще кое-как работает. Еще у них перед глазами стоит этот южный поток, который через турецкий поток, который через Турцию идет, и вот это вот наша еще часть, вот у них все усилия перерезать вот эти потоки, поэтому я говорю, что даже если Грузия, дай бог, чтобы Грузия сложилась так, чтобы было все тихо, спокойно, курс не изменился, и мы бы отстояли, грубо говоря, там свои позиции, если это состоится, то следующие начнут мочить Турцию на самом деле, взорвут эти потоки, сделают диверсии, не знаю, но цель у них такова, я думаю, что если Грузия удержится, то следующим этапом пойдет Турция, на самом деле, и там будут устраиваться еще те большие дестабилизационные процессы, потому что там висел достаточно на колон, они же опираются там же и на курд, на курдскую составляющую, найдут они на что опираться, у них всегда найдутся, и ИГИЛ найдется, там резко народ где-то разуется, вот такая ситуация идет, то есть они пытаются обрезать все энергетические потоки для Европы с Востока на Европу, чтобы не было экономического никакого роста в Европе, то есть конкуренты, так уже убили Соединенные Штаты и Европу как конкуренты, но они добьют ее, чтобы она вообще даже не восстановилась, поэтому, когда я с кем-то разговаривал, я в Телеграм-канале у себя писал, что развал ЕС неизбежен, развал ЕС неизбежен, и вот все идет в эту канул, как говорится, поэтому я думаю, что Турция, конечно, постарается сопротивляться, но ей придется сопротивляться с американцами, а это сложная история, потому что, например, в Турции финансовый блок полностью контролирует сейчас американцы, то есть, видите, не получается у них восстановиться никак от этой инфляционной модели, которая сейчас идет, вот такой расклад, немножко как говорится, нерадужный, но в любом случае нам нужно очень нужно постараться помочь Грузии содержаться в этом курсе, который она взяла, это очень важно будет для нас, в конце концов, если они могут попросить помощи, я думаю, что мы окажем такую помощь. как, в принципе, ни разу оказывали? Да, почему нет? Показывали и Украине, в принципе, тоже, Армении оказывали. Попросит, поможем. спасибо большое, мы тут страсти такие прям хоррор описали того, что может произойти... Реальность такова. Реальность такова, но вы макроэкономист и специалист теории управления, вот, исходя из того, что вот вы говорили, у меня, знаете, созрела другая мысль, что вот все это, конечно же, предугадывалось, предвиделось давно, и мы видим, что после того, как началась война в Украине, между Россией и Украиной, прошло там полтора года, началась уже, вспыхнула на Ближнем Востоке, тут уже получается, что Иран, который против нас ополчился еще полтора-два года, у него сейчас совсем другие проблемы, совсем другая головная боль у них там ликвидируют или как бы сокращают силы их прокси. Так вот, когда началась война в Украине, мы помним, что чаще стали встречаться руководители различных государств нашего региона и не нашего региона, на двухторонней основе в рамках различных международных организаций. Так вот, то, что вы сейчас описали, и параллельно с этим, чтобы как бы предупредить все эти события, мы видим, что Баку тесно сотрудничает со странами Центральной Азии. и вот это как бы идет с целью минимизировать потери, которые от этого мы несомненно будем нести и регион, то, что вы сказали. В этом плане вот как вы можете описать с точки зрения как специалист, эксперт вот эти старания. мы стали как вы уже сказали стратегическими партнерами с Китаем, с Узбекистаном, насколько мне известно, что готовится вот так же с Казахстаном подписание вот соглашения о стратегическом партнерстве или союзническом. В этом плане как мы готовимся к тому, что на нас несется с запада ураган? Смотрите, начнем с войны с Украины. Это очень важно, на самом деле об этом никто не говорит, но я объясню, какая была логика в глобальном плане логика войны. Соединенные Штаты воспринимали, даже после развала Советского Союза, они воспринимали Россию и бывшие Советские Республики все равно как Россия. Это бывшая Россия, царская, бывший Советский Союз, но это как одно пространство. Да, они пытались разделять по формуле разделяй властвуй, занимались элитами, обучали их везде, под себя все гнали. И в той же самой России они же привели своих людей к власти на самом деле. Единственное, что оставалось, чтобы подмять полностью эту страну и вообще все это пространство, это оставалось военный блок, военная составляющая, которая еще оставалась в России и которая сопротивлялась на самом деле всему тому, что происходило. И существовали, помните, как вообще пошло замирение Советского Союза Соединенных Штатов. Оно пошло сокращенно вот этими договорами РСМД, потом вот это нераспространение ядерного оружия, потом вот это по стратегическим ядерным вооружениям. Вот это были главные конструирующие договора для выстраивания общей всемирной безопасности. Потом противоракетные обороны. и вот на этом как говорится фоне выстроился вроде такой баритет между тогда еще Советским Союзом и Соединенных Штатов и на этом держалась глобальная безопасность. Вот. Что произошло? То есть даже после того, как Советский Союз рухнул, а Россия поменялась власть на новую либеральную такую прозападную американцентричную по самом деле. вот основные составляющие этих договоров они никуда не делись. Что сделал первым Вашингтон? То есть он сначала вышел из А. Ну и там же как раз было вот это нераспространение НАТО на восток пресловутая с объединением Германии. То есть это были основные такие основополагающие договора. То есть Германия объединяется, а НАТО больше не шагает на восток. Конечно они потом отрицали, что они такое не говорили, но факт остается фактом, что это все знают, что говорили. Это много раз подтверждалось даже западными политиками, западноевропейскими. первое, что сделали Соединенные Штаты, они вышли из договора по противоракетной обороне и говорили, что это вообще не против вас, это против Ирана. Помните, вот это в 2007 году, по-моему, это было. И началось первое расширение НАТО на восток. Россия сопротивлялась в этом, много кричала, там говорили, что это несправедливо, все такое, ля-ля-ля-ля-ля. Потом они сказали, что Россия сказала, что тогда мы будем разрабатывать другое вооружение. Американцы сказали, да, пожалуйста, что хотите делать. У них было чувство превосходства, то есть чувство победителя в холодной войне затмило им на самом деле голову в этой руководящей управленческой элите на самом деле Соединенных Штатов, которая называется пресловутая Deep State. Да, вот этот. Опять же, вот Deep State это управленческий Deep State, это не Демиургис это разные вещи. И дальше шло вот это давление, естественно, оно вылилось, уже дальше что-то там рассказывать, но постепенно выходили из всех вот этих стратегических договоров ядерных и ракетных, и вот нашло последнее стадию вот этого начинства, то есть войны в Украине. они то есть по всем расчетам на самом деле то есть НАТО вся мощь НАТО и Соединенных Штатов естественно победила бы Россию без вариантов, как говорится, нечего рассчитывать. Единственное, что остается у России это ядерный щит, который там это ядерная триада, которая может сдержать. ну это применение ядерного оружия оно так себе, потому что тот, кто его первый применит, будет осужден всеми, получается, что это изгоем, но тем не менее то есть начиналась такая вот комменциальная через прокси война через эту Украину, то есть Украина оказалась местом поля боя, да. Что сделал руководство России? Они сделали очень интересный шаг, то есть в этом уравнении было два как говорится фактора, то есть Соединенные Штаты и Россия. Но в момент начала этого образовался резко КНР как игрок, то есть Китай как игрок и глобальный юг как игрок абстамат. А теперь давайте вспомним, когда первое произошло вот это понятие глобального юга, оно вот произошло ровно после войны, после начала войны в Украине начался вот этот термин глобальный юг. То есть резко игроков стало на поле больше. А просчитать уже с таким количеством игроков уже невозможно на самом деле всю эту стратегию. Вот. А я вам скажу какая роль была Азербайджана в этом. Уже можно об этом говорить, я думаю. Помните было такое объединение, оно есть до сих пор движение неприсоединение, в которое Азербайджан возглавил два раза подряд. вот, не дал. Ну да, продлили. Вот эта организация, на самом деле, она же начала образовываться во времена холодной войны. Вот. Такой вот круг, вроде там Индия должна была быть главная, она так и не была главная. Это вот такое собрание, которое как бы не туда и не сюда не хотели со всеми. То есть и с американцами работать, и с Советским Союзом. Ну вот после того, как с холодной ванной кончилась, на самом деле, вот эта организация так захилела. А мы, как Азербайджан, мы ее подняли за. И именно вот эта организация глобального неприсоединения, вот из нее и вырос этот глобальный юг. Вот если вы посмотрите, вот глобальный юг, это вот как раз это та самая организация неприсоединения. То есть это наша роль, которую мы сыграли в этой глобальной большой игре. Мы подняли и сделали вот этот юг, который стал тоже игроком в этой большой стратегической войне между Соединенными Штатами, Россией. Тут еще раз говорю, то есть как игрок стал Китай сам по себе, его вывели как игрока, и еще образовался глобальный юг. И Соединенные Штаты, то есть сам Запад, он оказался по большому счету в меньшинстве. Понимаете? То есть они и здесь еще три игрока. Я не говорю, что все эти три объединены, но у них какие-то общие интересы. Смотрите, их объединяют, сейчас пытаются объединить в виде Брикса, какую-то часть в виде Шосса, то есть в виде безопасности. И постепенно разделяется Восток и Запад. Два фронта на самом деле. Вот такой интересный склад на самом деле я считаю, что мы Азербайджан сделали по сознанию на самом деле этого глобального юга. Он уже был весь разрознен. А вот именно через вот эту организацию неприсоединения мы создали вот такую новую сущность в виде глобального юга. Вот. Что касается что-то дальше там было вопрос просто повторить я уже забыл. Что вы спрашивали еще. Ну то что значит вот эти страны центрально-азиатские и Азербайджан начали устраивать новую геометрию, географию, анатомию. Да. Смотрите, то есть опыт на самом деле вот этого возобновления деятельности этой организации глобального неприсоединения, да, сейчас дабыл точно формулировка как называется это неприсоединение что-то вот на основе этого опыта мы пытаемся сделать интеграцию вот этого вот ближнего среднеазиатского организации тюрких государств в том числе. Там же не только организация тюрких государств. Да, да, понятно, понятно. То есть вот это наш опыт, который мы приобрели в качестве председателя движения присоединения, он если вот раньше никто не слышал допустим об Аху, об Азербайджане как минимум когда вот смотрят этапы Формула-1 любителей они уже знают что есть в Аху. Евроигры у нас проходили проходили из Ламиада и кстати вот то что сейчас антипиар проводится против Азербайджана поднимается вопрос Армян Карабаха опять же Азербайджан многие за рубежом вообще узнают о существовании такой страны как Азербайджан Да, да, да. Этот антипиар работает на нас тоже как говорится он же как это оружие с двумя концами всегда может быть и в пользу а черный пиар тоже может быть более действовательный как вы сказали в качестве движения присоединения мы как бы реорганизовали по организации и когда мы еще не возглавляли эту организацию а вошли в качестве участника движения поселения где 120 стран мы дважды возглавляли в качестве непостоянных значит кленов в ООН в Совет Безопасности если я ошибаюсь и и так мы как бы попытались сблизить североамериканские и европейские государства с латиноамериканскими с Азией с Африкой мы как бы более так глобализировали мир чтобы вот ближе он был и также мы отметились во время ковид когда мы пересылали значит эти маски и так далее государства которые были лишены у них там болезни вот это большие масштабы были вот этой пандемии ну в принципе и вот как бы мы зарекомендовали себя в том числе статус поднят статус высок статус поднят приобретен опыт через который мы зарекомендовали себя как я извините что я перебиваю дополняю зарекомендовали себя как вот такие надежные партнеры в том числе в том числе восстанавливали и Ватикане памятники истории и в самом Париже и в других странах то есть мы вкладывали в развитие и сохранение памятников культуры и истории человечества то есть мы поднимали тем самым свой статус мировой как игрока еще раз говорил еще лет 20 назад я извиняюсь у нас вообще в Латинской Америке ни одного посольства не было да не было не было правда на самом деле да вес растет как говорится внешнеполитически у нас удается все просто замечательно на самом деле на сегодняшний день то есть промахов нету практически остается у нас на самом деле вот пришло время интеграции да то есть мы мы сыграли всю роль в виде не присоединения ни к военным ни к экономическим никаким блокам мы делали а если заключали какие-то договора то какие-то рамочные но сейчас пришло время когда приходится включаться уже в большие какие-то даже экономические а по большому счету придется и в политические то есть вот тот же самый БРИКС вот смотрите какие вот была энергетическая неделя в Москве там было очень много заявлений сделано по поводу объединения энергорынка были так ближневосточного там было ОАЭ Арабские Эмираты я уже сейчас не могу вспомнить точно ближневосточные вот эти главные страны Иран Азербайджан Россия вот огромный такой энергорынок чтобы потом там было ли предложение о соединении электросетей между Иран опять же тем же самым энергосетей этих тем же самым ближневосточных слах Ирана Азербайджан Россия то есть вот эта интеграция уже происходит и создание вот этой зоны на самом деле про которую я говорил будет создаваться одна валютная зона тоже она идет вот через интеграцию сначала энергетики потом будет создаваться новый рынок в плане ценообразования на ту же самую энергию и не только в смысле энергию как электрическую а я думаю что энергоносители тоже в виде нефти газа и всего остального то есть мы постепенно что это говорит о чем это говорит единая мировая система она фрагментируется на зоны мы по-любому попадаем географически вот такую большую евразийскую зону и как бы тут уже география это судьба ты никуда даже хочешь ты и не хочешь ты все привез стать частью из нее либо стать каким-то фронтиром каких-то третьих сил что кстати и сделают из Армении из нее делают фронтиром такой копьем третьей силы которые вообще не входят в этот регион а вот делают такую пакость всем в виде Армении на самом деле который я надеюсь все равно не подойдется и вернется в эту евразийскую часть просто объективным причинам не смогут долго ее содержать вот соответственно выстраивается большая что еще было объявлено очень интересное значит было объявлено о создании в рамках BRICS я это называю клирингового центра многие говорят что многие говорили что будет какая-то единая валюта в виде валюты BRICS для расчетов я же всегда напротив говорил что никто не будет делать потому что никто не хочет повторять доллара никто не хочет наступать на одни и те же грабли соответственно будет делаться клиринговый центр вместо локальных валют которые входят в это объединение это на самом деле будет революцией то есть если это будет сделано сейчас и объявится это будет революцией в плане финансов потому что автоматом происходит дедонализация огромного пространства в мире и огромной части большой глобальной экономики этот факт это даст большой импульс на самом деле к развитию всего региона потому что ты уже не будешь зависеть от долларовых инвестиций обязательно ты можешь в рамках своей в рамках своей экономики нет инвестиций у нас нет инвестированной нет монетизированной экономики то есть у нас мы можем сделать эмиссию особенно даже целевую эмиссию нашего моната и довольно-таки покрыть много таких проблем не имея проблемы с курсом но для этого надо выйти из этой долларовой системы вот я надеюсь что через этот брикс нам удастся сделать такой глобальный и правильный шаг который приведет к экономическому росту там главное чтобы были еще кадры чтобы смогли это сделать вот это большой вопрос а общее направление выбрано правильно вот примерно что я хотел сказать по поводу этих вещей я полностью от доллара отказываться это себе дороже мы помним как это было когда в Ливане в виде когда предложил создать свою валюту и полностью отказаться от доллара нет почему это во-первых было в тот момент сделано когда еще сама система долларовая жила очень хорошо и хорошо себя чувствовала в момент когда у нее сами проблемы знаете вот растет золото в цене причем в долларах же растет я говорю все золото дорожает потому что вот оно ценится потому что я говорю ребят поймите что это долларовая инфляция золото само по себе оно не растет и не падает это валюты по отношению к нему постоянно колеблятся рост за сколько там за полтора года в 27% в золоте это говорит что вот такая долларовая инфляция представьте себе то есть валюта себя чувствует плохо поэтому я же не говорю что полностью отказаться от доллара он никуда не денется он будет валюта какой-то зоны своей никто не говорит что там его будут не принимать или будут не принимать это уже от договоренности зависит но то что он будет единой валютой в мире это точно уже не будет конечно там сейчас заявление сегодня Трампа я послушал о том что они даже будут наказывать страны которые будут отказываться от доллара ну это так себе история они уже донаказывались ну вот реально донаризация сейчас идет почему она идет потому что они перегнули с этими санкциями то есть ты давишь это твой актив за который ты держался и с помощью него ты его превращаешь в оружие естественно все будут от него отказываться кто хочет эти риски иметь ну так что так себе история я думаю что у них не получится то есть слишком большое объединение слишком много желаний у многих игроков сделать то что я сказал про клининговый центр и уже на сегодняшний день это реальность она никуда я же не говорю что это моментально происходит какой-то этап времени но как говорится задача поставлена она идет если к этому еще будет в Бриксе своя энергетическая биржа своих продуктов ну в смысле я имею ввиду экспортных то вот оно и есть та самая дедоларизация и фрагментация единого пространства на зоне так вот спасибо вам большое спасибо вам очень интересный разговор получился уважаемые дамы и господа вы смотрели интервью с макроэкономистом специалистом теории управления Киамелем Аскерхановым на моем авторском YouTube-канале современный разговор с Россием Бабаевым благодарю еще раз Киамель Бабаевым спасибо вам что пригласили до новых встреч сау Сау Cау Сау Продолжение следует...